Газель Next окончательно примерила новый двигатель. Прежде гамма состояла из двух моторов дизельного Каминза и бензинового Эватека. Плюс небольшими партиями из заводских ворот выходили машины, оборудованные двухлитровым турбодизелем Volkswagen. Теперь Эватеков, которые делает Ульяновский моторный завод, два. У нового увеличенный до трех литров рабочий объем, чугунный блок цилиндров, другие коленчатые и распределительные валы, а также иные головка блока и поршни. Кроме того, ульяновские мотористы применили принудительное охлаждение поршней маслом, за счет чего удалось снизить теплонапряженность агрегата. Это значит, что безнадувный атмосферник надежно защищен от возможного перегрева. Характеристики таковы. На бензине рядная четверка развивает около 120, а на метане порядка 110 сил. Заказать можно только битопливную версию. На такую машину прямо на заводе будут смонтированы газовые баллоны объемом от 26 до 42 кубических метров. Со временем трехлитровый восьмиклапанник планирует оснастить турбокомпрессором, но когда Эватек разживется надувом, сейчас не знает, пожалуй, никто. А жаль, такой вариант составил бы серьезную конкуренцию дизельному камензу. В нынешней ситуации дилеры предоставляют цены только по конкретному запросу. За метановую длиннобазную модификацию продавцы просят примерно 2 миллиона 800 тысяч рублей, а чисто бензиновая должна обойтись тысяч на 200 дешевле. Кстати, менеджеры отмечают, что трехлитровые Next'ы приходят вот уже два года, но то были небольшие партии, а сейчас стартовали ритмичные поставки. И еще одна важная новость. В конце месяца газ должен начать серийное производство Соболей НН. Он представляет укороченную газель, вдобавок получившую совершенно другой мост с односкатной ошиновкой. Применение нового моста позволило уменьшить размеры колесных арок, так что стандартную Европалету теперь можно разместить поперек. А кроме того, увеличился полезный объем кузова. Чисто грузовой фургон способен увести до 9 кубометров груза. Кстати, со временем односкатную ошиновку и узкие арки также получат легкие версии «Газели», созданные для эксплуатации внутри московского третьего транспортного кольца, где действуют ограничения по грузоподъемности. Продолжение следует...